здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачков если вы любите пить чай китайский и у вас есть гипотония либо гипертония то чтобы вылечить вегетососудистую дистонию вам нужно знать как выбрать самый лучший чай китайский для вашего здоровья кстати если вы абсолютно здоровы либо считаете себя таковым но среди ваших кровных родственников есть гипотоники либо гипертоники то вы во первых можете уже им отправить ссылку на это видео оно будет для них точно полезным но не забудьте досмотреть его до конца потому что генетику никто не отменял вы как говорится может быть следующим в этом процессе и в этом видео я врач диетолог натуропат борис качков автор более 50 опубликованных книги брошюр помогу вам разобраться если вы считаете что вам нужно выбрать всего между зеленый и черный чай да есть эксперты которые говорят более полезен черный чай либо более полезен зеленый чай напомню вам вы немножечко ошибаетесь вас увели в сторону не по этому критерию нужно искать чай для того чтобы вылечить вегетососудистую дистонию а по совершенно иному нужно знать процентное содержание кофеина в чайном листе редко этот показатель обозначает зря именно на него вы должны ориентироваться чтобы выбрать самый лучший чай китайский и вылечить вегетососудистую дистонию но я вам подскажу другой критерий по которому легко найти самый лучший чай именно для вас вы тут мнение что самый лучший чай это индийский цилонский мадагаскарский я вам скажу что если у вас есть гипертония эти чай вам противопоказаны потому как могут спровоцировать гипертонический криз а если у вас есть гипотония то эти чай вам опять таки противопоказаны потому как могут ускорить развитие сердечной недостаточности особенно у тех кто пытается поднять давление занимаясь спортом вы еще быстрее попадете на дистрофию сердечной мышцы миокардиосклероз и хроническую сердечную недостаточность самый лучший чай нужно выбирать из более северных регионов планеты а именно если чай китайский то есть самых северных провинций где выращивается этот чай если брать чай японский же самое из более северных провинций если брать чай азербайджанский грузинский это самый лучший чай в данном случае чтобы приготовить не только вкусный и ароматный напиток но и полезный для вашего здоровья сейчас и безопасный для вашей жизни в перспективе просто чем севернее находится плантации чайного листа тем меньше в них алкалоида кофеина а напомню что содержание кофеина в чайном листе колеблется от двух с половиной до пяти с половиной процентов понимаете разницу вы движетесь по автобану со скоростью 60 или 120 километров в час какую здесь нужно иметь реакцию чтобы не спровоцировать аварию поэтому самый лучший чай который можно приготовить для того чтобы вылечить ветосульс и дистанин все-таки это будет азербайджанский грузинский краснодарский вот эти чаи я и рекомендую вам использовать далее второй критерий действительно цвет то есть степень ферментации и я бы советовал все таки использовать менее ферментированные чаи в них больше других биологически активных веществ которые могут влиять на ваше здоровье поэтому рейтинг зеленый белый чай ставим больше оценку приоритет черный синий аутсайдер ведь ну а между ними желтый и красный это разные стадии ферментации чайного листа чем больше степень ферментации тем чай в большей степени будет терять биологическую ценность потому что часть активных веществ при ферментации погибает увеличивается количество дубильных веществ если зеленый чай действует более жестко потому как алкалоид кофеин и другие алкалоиды не связаны дубильными веществами их там мало то черный чай действует на протяжении длительного времени и опасность после употребления такого чая тоже будет сохраняться на протяжении более длительного времени это тоже нужно учитывать выпить чай и через полчаса пойти позаниматься спортом очень опасное занятие через 45 часов после чашки чая вы не имеете права заниматься спортом иначе просто посадите свое сердце это термин ваш а термин медицинский мышцы сердца развивается дистрофические изменения вначале метаболические потом дистрофические потом склеротические первая стадия легко обратимы дистрофические процессы сложнее обратимы склеротические не обратимы и усилить сократительную способность вашего сердца вы в этом случае уже можете только одним путем это снять банковского счета примерно 250 тысяч долларов и пересадить донорское сердце если у вас есть там пол миллиона можете пересадить легкими в комплекте если вы не знали еще и как правильно дышать и как правильно выполнять другие особенности здорового образа жизни а если у вас таких ресурсов нет свободный то пейте чай правильно и правильно встраивайте его систему под названием здоровый образ жизни как приготовить чай правильно для того чтобы ваше здоровье было лучше и ваша сердечно-сосудистая система работала в оптимальном режиме здесь также есть нюансы есть кулибины которые говорят да просто залей кипятком в чашке и бой тебе счастье сейчас на сейчас будет напомню что на поверхности чайного листа очень часто присутствует возбудителя грибковых инфекций которые при попадании чайного листа во влажные условия не у вас на кухне а вот момента сбора чайного листа весь процесс хранения транспортировки мог могло быть замокание повышенная влажность в любом месте возбудителя грибковых инфекций активируется производит афлотоксин и ваш самый лучший чай для ваших сосудов для того чтобы вылечить веет асуистую дистонию становится опасным в плане онкологии возможно вам уже понадобится моя книжка рад профилактика ранее диагностика в которой я обозначил и другие факторы риска которые могут приводить к онкологическим заболеваниям поэтому книжка ранняя диагностика предупрежден вооружен вы знаете факторы риска вы их можете уменьшить это не китайская грамота они достаточно просты и уменьшить вероятность развития онкологических процессов вашем организме а если несколько факторов риска у вас было которые могли увеличить вероятность развития онкологии в конкретном органе либо системе вы можете провести диагностику если не дай бог ваша иммунная система прозевала то ранняя диагностика это больше шансов вылечиться вылечить рак вылечить рак уже на любой стадии вопрос цена вопроса на каждой стадии цена вопроса увеличивается проще все вылечить на 1 2 стадии сделали оперативное вмешательство удалили и забыли несколько сложнее на следующих стадиях там уже от вас уже больше ресурсов чтобы вылечить онкологию но эта тема следующего видео одного из следующих а здесь все-таки гипертония как вылечить ветососудистую дистонию поэтому такой простой способ приготовить чай чашки это здорово лучше приготовить по-виному а именно вы берете правильно очищенную воду доводите ее до состояния белый ключ эту стадию пропускаете можете на этой стадии как раз воду поместить чашку дезинфицировать вашу чашку дальше вода дошла до стадии кипения вы можете воду из чашки слить поместить в чашку выбранное вами количество чайного листа водой дошедшие до состояния кипения заполняете емкость примерно на треть на четверть не больше и ожидаете появление цвета как только цвет напитка появился вы эту воду первую заварку сливаете далее уже оставающей водой заливаете вновь чайный лист добавляете щепотку сахара накрыли крышкой и настаиваете в течение 3 5 может быть 10 12 минут зависит от того какой чайный лист вы выбрали более подробно про чайную церемонию наберите на моем канале или перейдите по ссылке которую вы видите чайная церемония и особенности там я более подробно обстоятельно рассказываю каждый этап почему именно так они они и так в этом видео я это рассказывать не буду потому что она будет слишком длинным и зачем мне повторять повторение мать учения переходите по ссылке и получаете информацию в полном объеме а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать привычным подписчикам и канал словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения она у вас одно подарено было родителями но чаще всего расточительно используется на протяжении жизни неправильно употребляя различные продукты питания напитки но хоть чай вы себе сможете теперь приготовить правильно и использую для своего здоровья если у вас сердечно-сосудистая система не в самом лучшем состоянии кстати для ее улучшения нужно обеспечить правильное питание сердечной мышцы и ваших кровеносых сосудов а это делает печень она не только фильтр для крови она еще и метаболический мозг поэтому одна из книг что делать если у вас есть печень или более новое что делать если у вас есть печень и почки возможно тоже вам когда-нибудь понадобится но это говорится совершенно другая история до новых встреч на моих видео канала доктор скачков и школа доктора скачков это youtube а также школа доктора скачков instagram ищите другие видео кулинарный канал диетолога скачков там много интересной информации я бы сказал может быть даже более интересной чем в этом видео